ТОП НАИЛС Привет всем на канале ТОП НАИЛС! Сегодня работаем с тонкими, ломкими, но длинными ногтями. В процессе работы было решено сделать укрепление акрилатиком. Для начала опиливаю форму, убираю все отслойки, запиливаю пилкой 150 грит, как для нарощенных ногтей. Продолжение следует... Продолжение следует... Подвигаю кутикулу пушером и убираю птеригий, фрезой, пламя с синей насечкой. Почему не с красной, спросите вы? Потому что нам нужно поднять чешуйки ногтя, чтобы в зоне кутикулы материал не отходил. Для этого процесса не подходит красная насечка, так как она больше полирует, заглаживает. Поэтому проходимся пламенем с синей насечкой в зоне кутикулы. Держим ручку параллельно ногтю, чтобы не делать пропилы. Сметаем щеточкой пыль и готовим ноготь к покрытию. Маникюр не делаем. Обезжириваем дегидратором и проходимся праймером полусухой кистью. Продолжение следует... Покрываем тонким слоем базового геля. Сразу 4 ногтя и отправляем в лампу на 2 минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... Затем по одному ногтику начинаем покрывать акрилатиком. Кисть с натуральным ворсом, лепесток, желательно с лопаточкой с другой стороны. Так удобнее. Я смачиваю кисть в спирте, промакиваю ее об салфетку, выдавливаю акрилатик и лопаточкой выкладываю шарик на ноготь. Ну а дальше работаем как с пластилином, приминаем и протягиваем. Главное не забывать мочить кисть в спирте или в специальной жидкости и промакивать лишнюю жидкость об салфетку. Если просто макать в спирт и распределять материал, то жидкость будет затекать под кутикулу и в дальнейшем даст отслойку. В зоне кутикулы разравниваем тонкий слой акрилатиком, создаем архитектуру, но в торце оставляем толстый слой. Но об этом чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше я твердосплавом сравниваю все неровности, а потом пилочкой 150 грит выполняю опилу, сохраняя архитектуру. Дальше я твердосплавом сравниваю все неровности. Дальше я твердосплавом сравниваю все неровности. Опиливаю бока, потом прохожусь в зоне кутикулы, аккуратно оттягивая кутикулу пальцем левой руки, чтобы не поранить. Выравниваю архитектуру, проверяю апекс. Дальше я твердосплавом сравниваю все неровности. Которую оставляла, чтобы ногти были крепкими, но в то же время изящными и тонкими с виду в торце. Толщина торца примерно должна соответствовать толщине пластиковой карты, не больше и не меньше. Далее запиливаю ногти бафом, чтобы они были более гладкими. Им можно покрывать гель-лаком. Лучше, конечно, начать с тонкого слоя базы, потом два слоя цвета и топ. Но можно и без базы. В данном случае я покрываю их сразу топом. Вот такие натуральные нюдовые ноготки получились у нас. Но это еще не все. Далее инкрустация камнями. Смотрим. Базой намечаю место для страз и поехали. Впервые попробовала карандаш для страз. Это оказалось очень удобно. Раньше выкладывала апельсиновой палочкой. Редактор субтитров А.Семкин Выложила стразы и в лампу. Отдельно перемешиваю бульонки с базой и кистью выкладываю между камнями. И снова в лампу. На стразы топ сверху не наносим, иначе теряется блеск страз и визуально смазываются грани камней. Иначе теряется блеск страз и визуально смазывается блеск страз. Всем спасибо за просмотр. Дальше будет много новых интересных видео. Задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. И чтобы ничего не пропустить, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами была Ирина Брилева.